Сенат проголосовал за начало дебатов по закону об ограничении оружия. Решение принято 64 голосами против 34. Решение это принципиально важное, поскольку именно для нынешнего начала дебатов нужно 60 голосов, то есть как минимум 10 голосов республиканцев, а для принятия закона всего лишь обычное, простое, большинство в 51 голос, которого демократов вместе с голосом вице-президента Камалы Хэррис будет иметься, вероятно, в любом случае. Много говорилось о том, что демократы предлагают намного более кардинальное решение по ограничению оружия. Соответствующий законопроект был принят в Палате представителей, но он настолько радикальный, что пройти через Сенат у него никаких шансов не было. А нынешний двухпартийный законопроект менее экстремален, но при этом он однозначно является самым существенным шагом по ограничению, связанной с оружием опасности в последние десятилетия середины 90-х годов. Самым важным законом предусматривается существенное ужесточение проверок покупателей оружия младше 21 года. Именно в этой возрастной категории больше всего преступников с психическими отклонениями, которые открывали огонь по людям с целью массовых убийств. Теперь на проверку таких покупателей будет отведено не три дня, но до десяти дней. Если в ходе их проверки после трех дней появляются какие-либо сомнения, то срок увеличивается еще на неделю. При этом впервые должна проверяться и криминальная история покупателей в несовершеннолетнем возрасте, информация об их психическом состоянии, тоже включая период до достижения ими совершеннолетия. Согласно законопроекту будет выделено 750 миллионов на программы штатов в рамках законов так называемого красного флага, которые позволяют лишать права на приобретение оружия на временной основе тех, кого родственники или полиция считает особенно опасными. Эти средства должны также пойти на программы безопасности, связанные с психическими заболеваниями, наркоманией и психическими расстройствами военных ветеранов. Ну и также предусматривается лишение права на владение оружием на пять лет, иногда и больше тех, кто совершил акты местного насилия. Имеется в виду преступления в отношении тех, с кем у преступников имелись или имеются серьезные отношения романтического или интимного характера. Это более широкое определение, чем прежнее, когда лишались права на оружие тех, кто совершил насилие в отношении супругов, партнеров по совместному проживанию или лиц, с которыми у преступника имеются общие дети. Сегодня Канейсет принял в первом чтении закон о своем распуске и назначении новых выборов в Израиле. Против никто не голосовал. Первый вариант закона это по сути 11 разных предложений, 9 от оппозиции, 2 от правящей коалиции, которые сведены в единый законопроект. Отдельные положения его часто друг другу даже противоречат, а процесс превращения документа в настоящий закон будет происходить уже в комиссиях Кнессета и в ходе последующих голосований. Состоялся телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном Беннетом и Лапидо. Блинкена информировали о событиях в Израиле, обсуждались также детали предстоящего визита Байдена. И как положено, Госдепартамент после этого заявил, что политические события в Израиле не оказывают влияния на нерушимую поддержку США и что визит американского президента состоится в установленные сроки. Совет национальной безопасности Израиля опубликовал свое самое жесткое предупреждение об опасности для граждан Израиля в Турции. Это предупреждение на том же уровне, что и для таких государств, как Афганистан или Йемен опасность имеется вследствие возможности терактов против израильтян со стороны иранских спецслужб после убийства в прошлом месяце иранского полковника, отвечающего за подрывную деятельность за рубежом. Иран обвинил в этом убийстве Израиль, сообщает, что силы безопасности Израиля даже эвакуировали в срочном порядке непосредственно из турецкого одного отеля израильтян, перед готовившимся террористическим актом против них. В следующей части о подорожании жилья с контролируемой квартплатой в Нью-Йорке. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok